Сегодня в Новороссийске тысячи воздушных шаров взмывали в небо в память об одной из самых драматичных страниц в истории Великой Отечественной. Акция «Без козырка» посвящена 74-й годовщине высадки десанта на Малую Землю. Долгих 225 дней наши бойцы героически удерживали позиции, окруженные фашистами. Одни, когда события тех лет буквально оживали. Репортаж Алены Евтюковой. Вера Пикина ушла на фронт 17-летней девчонкой. Была медсестрой в госпитале Новороссийской военно-морской базы. Вспоминая, туда свозили раненых в ходе кровопролитных боев за город. Время было страшное, рассказывает Вера Гавриловна. За отвагой и героизмом зачастую скрывались обычные человеческие эмоции. Война – это вообще горе. Я хочу сказать, что раненые, вот они, знаете что, каждый кричит мамочку, ой, мамочка, ой, мамочка. Особенно молодые ребята, постарше тех покрепче. Не хватало медикамента, не хватало перевязочного материала. Мы сами эти самые бинты стирали, грязные, гнойные, стирали эти бинты. Развесим, а немцы-то видят вверху, что бинты развесим. Знаешь, что это госпиталь. Что происходило здесь в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года, знает, пожалуй, каждый житель Новороссийска. Майор Цезарь Куников с десантным отрядом моряков-добровольцев, имевших внушительный боевой опыт, высадился в Цемесской бухте. Несмотря на то, что побережье было занято врагом и хорошо укреплено, советские моряки с минимальными потерями выбили немцев из опорного пункта и прочно закрепились на захваченном плацдарме. Они же назвали этот небольшой участок суши, всего несколько километров, малой землей. Советские бойцы героически удерживали позиции на протяжении 225 дней до полного освобождения города от фашистских захватчиков в сентябре 1943. Для молодежи, знающей о войне по фильмам, книгам и рассказам старших, это реконструкция событий скорее театрализованное действие, но память поколения о героических и страшных страницах отечественной истории на генетическом уровне. Дух захватывает, просто дух захватывает, ты смотришь на это все, боже, там был мой дед, там был мой прадед. Когда началась стрельба и реконструировали, получается, то время, те минуты, у меня сжало сердце, немножко слезы подкатили. Фрагмент высадки десанта на малую землю для ребят воссоздали в рамках патриотической акции «Бескозырка». Символ мира в небо взмывают сотни белых шаров. Эта акция памяти входит в число самых масштабных. В России имеет уже почти полувековую историю. Начало ей положила именно новороссийская молодежь. Иж тогда, в 68-м году, всего несколько человек прошли с самодельными факелами по главной площади города до Малой Земли, чтобы почтить подвиг героев. Сегодня в акцию участвуют десятки тысяч человек. Теперь эти факелы зажигают от вечного огня на площади героев под звуки военного оркестра на БТРах. Их отправляют к месту, где велись ожесточенные сражения. В колонии присоединяются все желающие. Равнодушным остаться сложно. Людская река растянулась на несколько кварталов. Идут молча, у многих в руках горят свечи. Те, кто по каким-то причинам не смог стать частью шествия, зажигают свечи дома и ставят их к своим окнам в память о погибших советских воинах. Сотни огоньков в окнах новороссийцев тоже стали своеобразной традицией без козырки. Спустя три километра собравшихся встречают решающий эпизод боя в ночь на 4 февраля 43-го года. Это финальная часть акции. Испытываем гордость за свое наследие и не можем просто не быть здесь. В восторге от того, что люди помнят, люди ценят, сколько молодого поколения пришли взрослые люди. Невзирая на волны, ледяную воду – обязательный ритуал. Матрос опускает в море венок с бескозыркой, которая стала главным символом героизма и отваги защитников малой земли. Алена Евтикова, Валентин Стуканок, Ярослав Зорин и Игорь Федоренко. Первый канал. Новороссийск.